Наша лекция построена уже на том материале, который у нас был изучен предварительно. Мы с вами изучали различные формы движения. Это такие формы, как становление, изменение, развитие. Мы сейчас немножко повторим эти формы, насколько они усвоены, и будем рассматривать уже не просто отдельные формы, а уже будем рассматривать различные типы развития. Либо развитие эволюционное, либо развитие революционное. И будем изучать соответствующие им определения. Такие определения, как скачок, переворот. И остановимся специально на понятии социальной революции и, соответственно, на понятии социальной контрреволюции. Науку логики, Гегель? На половину. На половину. Ну, вам ещё и осваивать, и осваивать. Так что, это долго будет, долгий процесс. Меньшинство людей освоило науку логики. Меньшинство. Диалектику. Все используются формальной логикой, это дело вроде уже от очереди. А формальную логику кто разработал? Наиболее полно. Какой философ? Аристотель. Ну, Аристотель живёт сейчас. Ну, а что от Аристотеля человечество должно быть? Как он кушал? Что надевал? Что на себя надевал? Какие у него были привычки? Это вам интересно? Он разработал вот это. Вот её все и применяют формальную логику. И настолько хорошо применяют, что никак науку логики уже не могут ещё и диалектику воспринять. Хотя вот мы уже сейчас с вами рассматриваем объекты, вот в нашем курсе какие? Сугубо диалектические, потому что вот в становлении мы увидели два противоположных движения, возникновения и прихождения. В изменениях мы какие увидели? Тоже противоположные, седьвые. Какие? Развитие и регресс. Какое развитие и регресс? В изменении. Не путайте с развитием. Изменения. Что моментами изменения являются? Моменты изменения, говорите. Ну, что? А? Какое прихождение? Что вы? Моменты изменения. Нечто и иное, нечто. Что? Иное и нечто. Это не моменты. Иное и нечто. Это просто... Иное ведь тоже нечто. А моменты уже изменяющегося нечто. Когда вы берёте изменяющегося нечто. Какие? Кто-нибудь? Ещё кто-нибудь скажите? Ну, вот как? Вот встаньте на моё место. Вот я преподаватель. Значит, я должен излагать курс. Ну, излагая курс, я опираюсь на то знание, которое уже есть. Значит, мы вроде уже изменения изучали, да? Вот я пытаюсь на это опереться, пойти дальше. Мы уже даже дальше прошли, до развития уже у нас, да? Возвращаемся назад. Это-то выпало, что такое изменение. А как же пройти дальше, если сзади будет дыра? Вы тоже не знаете, что такое изменение? А вы изменяетесь? А как бы вы узнали, что вы изменяетесь, если вы не знаете, что такое изменение? Это вы меня обманываете. Откуда у вас такая самоуверенность, что вы изменяетесь? Может, вы вообще не изменяетесь? Вот если бы вы знали, что такое изменение, вы бы сказали совершенно, с полным основанием. А так у вас это вот заявление ваше ничем не подкреплено. А вы тоже изменяетесь? Вы тоже не знаете, что это такое? Может, это такая гадость какая-то? А зачем вы это делаете тогда? Это не гадость, нет изменений? Но смотря какие изменения. Бывают хорошие стороны изменений, бывают плохие. Да ладно, прежде чем в сторону. Хоть что это такое, нам объясните изменения. Дальше мы сами додумаемся, в хорошую или в плохую. В хорошую или в плохую – это уже или развитие, или деградация, или прогресс, или регресс. А вот изменения – это что такое? И вы не знаете тоже изменения? То есть это неприличный, что ли, я вопрос задаю? Что никто не хочет ответить? Или вы договорились, что ли, не отвечать? В чем дело? Так, или плохой я преподаватель? Значит, ничего не остается. Преподаю, вот я приду домой и думаю, что я сделал тут? Вот что-то говорил, говорил, прихожу. В следующий раз – никто ничего не знает. Лучшие люди. И вы не знаете, что такое изменения? Может быть, равенство и равенство с собой? Вот он знает. Он такой тихий, скромный, но знает. Знает, он на первом гряду, не зря сел. Я закрепляю за вами это место, как почетное. Он знает, это равенство с собой. Если я равен самому себе, я изменяюсь или нет? Вот все время я равен самому себе. Не изменяюсь. А если я только не равен самому себе? Если я только не равен самому себе, то меня нету. Правильно? Если я только не раю. Всё. Забудьте про меня. Нет меня. Другой пришёл. Но я за это время, у меня и возраст на неделю больше стал. Правильно? Согласитесь. На целую неделю. И у вас, кстати, тоже. Поэтому я другой. Но, становясь другим, мы остаёмся самими. Вы, когда становитесь другой, вы остаётесь с собой? Нет. То есть, когда вы становитесь лучше, вы с собой уже не остаётесь. Это ж зря такое. Красивее, лучше, симпатичнее. И не остаётесь равны самому себе. Это прямо опасность, если вы станете лучше. То есть, это будете не вы. Так всё-таки изменения – это что такое? Это единство сразу двух противоположных моментов. Равенство с собой, которое называется «в себе бытие». «В себе бытие» через чёрточку пишутся все три слова. Почему через чёрточку? Ну, чтобы их как одно воспринимали. «В себе бытие». И бытие для иного. Переход в иное изменение. Равенство с собой и неравенство с собой. Равенство с собой и неравенство с собой. Это мы вот изучили с вами, и после этого мы ещё… Поскольку это нечто, а нечто – это что? Вот это вы знаете, что такое нечто. Скажите, что такое нечто? Чего-то у меня такое впечатление, что я вас отвлекаю от чего-то важного своими вопросами. Что даже мне стыдно становится, я такие вопросы задаю. А вы так смотрите, ну что вы спрашиваете? Вот вы знаете, что такое нечто? О, учитесь, смотрите, уже диагональ образовалась. Вот эти два знают. Вот они, знатоки. А эти товарищи, так, как-то так, так. Так они по сторонам, как к стеночке, так, перетулились. Действительно, ну да, мы знаем кое-что, кое о чём. Значит, значит, вот выяснилось, что мы знаем, что такое нечто определённое на личное бытие. Вот, что такое изменяющаяся нечто. Раз нечто – это определённое на личное бытие, значит, определение тоже, определённость тоже изменяется, правильно? А вот та определённость, которая в изменении равна самому себе. Она, как называется, которая равна, определённость, которая равна самому себе в изменениях. Не пропадает. Упорно держится. Вот у вас, видите, какой у вас фитер написано? Урбан. То есть вы городской человек. Вот я, например, сельский. Я родился в селе Староклинское, Первомайское районное Тамбовской области. И до 1946 года, целый год, жил в деревне. Поэтому я могу всю жизнь говорить, что я деревенский житель. А вы, наверное, родились в городе. И тоже можете говорить. Я житель городской, птицы мне не знакомы, шорох листовый. Не для меня. Для меня дождик, грязь и пыль. Желательно побольше машин. Люблю дыхать я, гарь городскую. Урбан я. Так, ну так вот, товарищ Урбан, что такое? Определение. Определение, определение. Знаете? Определение? Да. Определение качества. Ну, городские люди должны знать. Это крестьяне могут не знать. Определение из качества. Определение из качества. Начало правильное. А вам продолжать только надо. Качество, которое что? Самое. Уже человек вам помог. Я уже даже от него не требую. Он сделал свое дело. Внес вклад. А вы не можете продолжить. А еще Урбан. Качество, которое сохраняется в изменениях. Ну, в принципе, правильно. А как это формально выражается так? Качество, которое в себе, в себе это равенство с собой. Вот вы в себе сейчас или не в себе? Я изменяюсь. Ну, если вы изменяете, если вы же изменяете, не я же изменяюсь, так вы равны самому себе в изменениях? Равенство с собой как называется? В себе бытие. А не равенство с собой? Бытие длинного. Вот. Так вот, такая определенность, которая есть в себе, сохраняется в изменениях. То есть, сегодня вы, так сказать, в этой рубашке, завтра в другой. Значит, рубашка к вашему определению не относится. Потому что вы не по рубашке меряете себя. И я вас меряю, а по уму. А вот человек умный, это уже определение. Хорошо же? Или вы предпочитаете, чтобы я об уме не говорил, а просто о рубашке? Дескать, вот он в рубашке или не в рубашке? А что у него в голове? Это нам наплевать. Наверное, это главнее, да? Ну вот. Значит, определение. А вообще определение человека. Вот Гегель написал, что определение человека – это мыслящий разум. Вам понравилось, чтобы вас назвали мыслящим разумом? Неплохо, правда-то? Не просто я вот кто-то, это вешалка для одежды. А я мыслящий разум. Это тоже не важно, что вы надели. Важно мыслящим, умищи-то куда я могу идти? Вот. А Энгельс, так сказать, развил это определение и сказал, что человек – это животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Если просто я предусмотрю, вы – животное. Я говорю, ну как-то вы можете уже меня на дуэль вызвать. А если я скажу, что животное общественное, трудящееся, говорящее – вы же говорящие. Ну, и разумное. Ну, разумное – это красиво же. И даже вот и вы не оскорбитесь, если я так про вас скажу. Правда, вы же не растение. Некоторые думают, что они не животные, а растения. А выбор тут небогатый. Можно быть либо животным, либо… Ну, грибы, они тоже. Это что такое, грибы? Кто знает? Это животное или растение? И животное. Животное? Они бегают? И животное. И животное, и растение, думаете? Нет, это растение. Но у них есть дефект. Какой дефект у грибов? Что вы знаете хорошее про растения? Про все. Про все сразу. Что их отличает? Это вы в школе проходили. Способность к фотосинтезу. Что? Способность к фотосинтезу. Вот. Вот, смотри, вот еще один тот. Это у нас опорный человек. Способность к фотосинтезу. Поняли, какой ответ? Как красиво он ответил. Фотосинтезу. Не просто он с фотоаппаратом что-то делает, синтезирует. Нет, он с помощью… Солнечного света в хлорофиловых зернах и воды, и минеральных солей, которые тянут растения из земли, синтезирует белок. А вы можете синтезировать белок из минеральных солей, воды и солнца? Я могу только потреблять. Вот, только потреблять. Потребитель. Но вы можете другой белок потреблять и делать более высокий белок. Рыбу ели, скушали рыбку, а построили из того белка, который рыба, построили человеческий белок. Это же хорошо? Вы же относитесь к высшей форме. Прекрасно. Обладающая сознанием. Высшая форма развития материи, обладающая сознанием. Вот он. Посмотрите на него. Ну как вот мы должны чувствовать себя после таких занятий города, правда же? Если кто… Вы знаете, кто я, если вот будут с вами там говорить, и что-то чушь какую-то не… Вы знаете, кто я? Я высшая форма развития материи, обладающая сознанием. А вы кто? Я животное. Общественное, трудящееся, говорящая, разумное. А вы просто животное. Вот так вот. И сильная наука у нас, социальная философия. Так. Ну вот мы вспомнили, что такое изменение, изменяющееся нечто. А затем мы ещё раньше вспомнили, что такое более высокая категория движения – развитие. Да? Развитие – это движение низшего к высшему, простого к сложному. А в нём есть не только равенство с собой, а есть и прямые движения в спять есть. И вперёд есть. Поэтому и равенство с собой, и с собой. Когда они балансируют это вот, два этих противоположных движения, получается равенство с собой. Ну вот теперь надо задаться таким вопросом. А вот какое бывает развитие? Развитие бывает эволюционное, как мы слышали. Я думаю, вы тоже слышали. И революционное. Слышали? То есть надо разобрать два понятия. Эволюция и революция. Вот у вас развитие революционное или эволюционное? А? Эволюционное. Эволюционное. А у вас революционное? Оно разнится в разных периодах революций. А когда у вас бывает революционное развитие, скорее всего? А когда меня осеняет какая-либо новая мысль, которая была подготовлена революционным путем развития, но которая выводит меня на новую. То есть новая мысль, когда вас осеняет, это революция. То есть что, у вас редко мысли у вас осеняют новые? Нет. Вот для нее, например, каждый день у нее новые мысли, а у вас раз в сто лет, что ли? Мои мысли сначала идут эволюционные. Мои мысли, мои жеребцы. Почти. А затем они приходят к какому-то... К такому нечто, которое необходимо меняет мое представление. То есть если меняет, то это революция, да? То есть если я шляпу надел, то это революция на голове. Значит меняет меня? Если мы до этого никогда не надевали шляпу, то у вас можно... Какое у вас понимание революции и какое понимание эволюции? Пока я не понял. Кто-нибудь понял? Я не понял. Как вы понимаете? Вот тоже она не поняла. Мы с ней не поняли вас. Вот мы не поняли с ней вдвоем. Не поняли мы вас. Расскажите, как вы понимаете революцию? Что это такое? Я понимаю революцию, которая резко качественные изменения. Резко качественные изменения. То есть я сейчас вас беру и выкидываю в окно, и вы превращаетесь в лепешку. Это резко качественные изменения. Это революция. Слышали, да, что он наговорил сам на себя? будем экспериментировать не будет ну я строго придерживаюсь того что сказать резкое качественные изменения резко выбросил резко упал резко развился все это революция но так у нас классно много революции было сколько народа попадало с крыши зимой а некоторые селфи делают это революционеры что ли залезают делают сельфы и навсегда остаются молодыми в жизни и в памяти народной правда почему потому что нету фотографий более поздних вас это прелещает что ли такое вот помните был сильный ветер у нас на дворцовой площади одна молодая девушка стояла покрашенная в бронзовый свет бронзовой краской и на его стропила упали она изуродованная девушка так эти лечит ее там все тут много операций уже сделали это не надо называть революции а вот вы бы назвали это революции и скула революционерка жертва на но это вот это были вот недавно было это не может сейчас вообще вот людей если раньше делали какие-то стации по типу людей сейчас людей по типу статы делают это хорошо что ли это движение вперед или назад вот стоит он в серебряной краской покрашена девушки зайдите и весь идет чем-то рекламирует рекламирует вы хотели бы чтобы у вас покрасили в серебряный свет и стоять на несколько деньги дадут работу такой на интересная работа у вас от интерес работы определяется зарплатой или с содержанием самой работы вам конфликтолог вам конфликтологом не нравится быть мы зачем сюда пришли зарплаты зарплата не дает здесь ничего вы должны сказать я при такой стипендии удавиться должен а вы это говорите не надо себя преуменьшать вы же пришли не за зарплатой пришли за идеей за мыслью за проблемой затем чтобы ее решать в обществе и разрешать противоречие конфликты разрешать правильно то есть вы диалектики не такие диалектики которые рассуждают пропорции речи которые реальные общественные противоречия будут разрешать вы собираетесь разрешать по линии прогресса или парень и революция тоже пока я не понял вы собираетесь по линии прогресса разрешать противоречие вот хорошо революция это слово которое связано с прогрессом или с регрессом а контрреволюция не по аналогии она просто противоположность какая что-то на логика и как раз не аналогия противоположность противоположность революции контрреволюция это регрессом связано вот скажите пожалуйста вы слышали такое понятие там бархатная революция это революция не слышали да ну хорошо революция рос где было в грузии было сахашвили ходил с этим революции родит революция что она насчет но я вам расскажу анекдот идет экскурсия иностранцы и экскурсии по проводят на красной площади ну и спрашивает у вас у разных граждан и это красная площадь ему отвечает один да но они раз иностранцы дотошные им надо же узнать второго спрашивает а красная площадь он грида это красная площадь третьего спрашивает он дает но от какой что за россия такая непонятная страна задашь один вопрос 3 в 3 ответа разных непонятно что это значит вечером выясняет у экскурсовода такой который хорошо знает язык почему что это вообще вот почему у вас все отвечают по-разному только у нас горит разный уровень образования вот вы спрашиваете человек если со средним образованием его спрашиваешь это красная площадь да а если с высшим образованием да это красная площадь но если образования нет спрашивается красная площадь отвечать ну и этот его экскурсовода спрашивает так у вас так много образованных ну то есть мысль на каком уровне будем изучать вопросы развития на высоком или на нет на высоком вот это я думаю сейчас карте ну так на высоком так революции значит революции роз это вот сакашвили пройдет там революция была как они в грузии нет а революции тюльпана в кыргызстане было революции было как вопрос о революции но как это другое не было революции а вот это оранжевая революции это революция в украине да больше на чем нет все такие вот какие-то неопределенные люди вот конфликтолог же он не должен быть амебообразным вот как учитать да но в общем нет да но в принципе нет надо скажем что революции вы поверили что революции да вот так старают глупые люди им что не скажешь они всему верят дурачки вот всему верит вот я вам скажу что я карась поверили мне нет а вы думаете что я не карась а щука понял это более вот люди наивно верят всему мы для чего изучаем понятия наука это мы же в области веры действовать в области истины истина это что истина что такое истина не знаешь что такое истина вот это знание понятия соответствует рекомендовал себя с хорошей стороны соответствующие предметов познания если не соответствующие это есть значит если на клетке слона как писал козьма прудков а козьма прудков не существовал было таких хохмачей несколько человек они под таким псевдонимом писали значит писатель если на клетке слона написано буйвол и верь глазам своим написано было уже разжёвано поэтому мало ли кто что скажет что революция вам что скажешь вы так и верите этому что это кто такие люди которые это легковерные доверчивые доверчивых что делают с ними обманывать на каждом шагу сказали сдавайте деньги ммм вам поможет ммм получила миллиарды где эти люди которые сдавали ведь люди которые сдавали частью уже вымерли то что у них не хватило денег туда жить а еще гермес финансы а еще хопер инвест а сколько их было и все верит и сейчас верит давайте делайте то 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 сейчас звонят по телефону ну хорошо там вы молодой на вас не повлияет как его не старушки вам надо прийти сменить счетчик приходит к ней и говорят да ну это я мы вам сейчас сменим давайте четыре тысячи рублей чтобы у вас без хлопот вы же инвалид вам долго поменяют у вас железяку одну на другую возьмут четыре тысячи рублей они никого не били не не воровали они как бы трудились как бы трудились забрали четыре тысячи тысячи если тысячи человек по четыре тысячи рублей сколько будет денег вот считать вы хорошо умеете четыре миллиона вот он бизнес-то а вы тут прозябаете прозябаете на занятиях по социальной философии когда можно было деньги собирать 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 за это время сколько набрать так ну вот значит очень из этого я понял что такое революция вы не знаете есть кто-нибудь кто знает что такое революция мы говорится живем в стране первой социалистической революции и не знаем что это такое да качественный скачок вот смотри сейчас я вам покажу качественный скачок значит за такой прицепный у вас отвлеките от блюда сейчас как у него все продумано чтобы не ворвали до вот это качественный скачок преподавания социальной философии а не качественно ну что согласен качественным хочу ну хорошо допустим вы не знаете но человек должен быть наблюдательным наблюдательным а именно но вот вы как оцениваете превращение льда в жидкой в жидкую воду это и разве не качественный скачок и вы это революция называете ура у нас весна революция лед и снег растаял что вы не говорите так это значит революция нет это у вас революция так хорошо а вы чайник не кипятили сегодня утром чай кипятили а для превращения же воды жидкого состояния газообразная это скачок тихо 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 вы нам сказали что скачок революция это скачок так это скачок у вас был дом был сегодня у вас дома революции было поздравляем а сейчас на ракан треволюции на и ровничка остыла но это можно хоть вывод сделать такой самому не обязательно все изучать на занятиях что революции применять такой ерунде так какие то еще тут есть я из этого делаю вывод что надо все таки эту тему разобрать нам специально эволюция и революция а эволюция эволюции не включает скачки вот видели сейчас я вот был в желтой куфте это эволюция или революция но то что это я изменился это все видят это эволюционное развитие или революционное что тут революционного то что я желтый надел ну что тут революционного увидели или революция в том что я вас взял на время я же не украл у вас да если бы у кого была революция была или что тоже бы не было революции я думаю не тянет на революцию. То есть движение может быть эволюционным, а эволюционное движение включает в себя скачки. А что такое скачок? Вот наверняка вы не скажете, что такое скачок. Вот так вы так сказали, с таким умным видом. Но вы же знаете, мы уже с вами немного знакомы, что я еще прикопаюсь. А что такое скачок? Кто поможет, товарищу? Скачок. Это что такое? Вы что, никогда не прыгали, что ли? Никто не прыгал нигде. А что, только так ходили, как старички, что ли? Резкое изменение. Резкое изменение. Резкое изменение. Резкое изменение. Ну, может быть, что-то в этом есть. Так сразу не отвергнешь то, что вы сказали. Хоть это и не определение, но это, по крайней мере… Ну, что… Так вот, теперь вам ясно, что резкое… не надо резкое изменение любое называть революцией. Это вам ясно? Вы увяжите свои определения и представления между собой так, чтобы они одно другому не противоречили. Вот. Но определение скачка такое. Скачок – это перерыв постепенности. Вот накапливается, накапливается, накапливается… Раз. Скачок. И вода превратилась в пар. У вас электрический чайник-то? Щелкает у вас? Не выключается чайник? Сам выключается? Ну, так щелчок бывает, да? Просто выключается и все, да? Хорошо, прекращает. Но это скачок, когда вода превращается в пар? Скачок, несомненно. А если вода превращается в твёрдое состояние? Раз – и скачок. Особенно бывает при спокойной погоде, когда нет ветра, и уже температура в горах, допустим, озера стоит, и вот уже минус два, минус три, минус четыре, минус пять, минус десять. А вода в жидком состоянии. Вдруг птица летела, ветку уронила, раз – и быстро всё покрылось льдом. Тронула льдовая поверхность воды, тронула льдовая, и всё. То есть, произошёл скачок. То есть, скачки бывают и на пути прогресса, и на пути регресса. Но люди непросвещенные, с некоторыми представителями которых мы имеем дело, они скачки принимают за революции. А скачи в обратную сторону принимают за контрреволюции. Ну, правильно? Поэтому задача, которая перед нами стоит – не перепутывать. Просто скачки с революциями. Поэтому у нас вот и тема такая – развитие эволюционное и революционное. Эволюционное развитие какое? Был лёд, превратился в жидкую воду, потом в пар. После пара что? Ну, пар нагреваем, нагреваем, нагреваем. И что будет? Какой скачок? Плазма. Плазма. Плазма, да. А плазма – это что? Это высокоионизированный газ. О, как! Высокоионизированный. Как она ещё состоит-то? Из биомы. А? Из биомы. А что, молекул нет уже? Нет. Атомы есть? Атомы не слишком высокая. Вот атомарность, да. Атомы есть, а молекулы уже нет. То есть все молекулы распались на атомы. И вот эта такая форма материи называется – лазма. Так это тоже революция? Революция. Революция. А что такое революция? Это, поскольку это рассуждают у нас. У нас сейчас гигантский разворот научно-технической революции. Вы читали это? Ну, наверное, вы знаете, что у нас экономика не растёт? Это вот когда экономика не растёт, и когда темпы роста около нуля болтаются, в это время некоторые деятели выступают и говорят, у нас гигантский разворот научно-технической революции. И здесь вот тут революция-то, если ничего не растёт. А что такое? То есть бывает научно-техническая революция? Вот техника как развивается в целом? Эволюционная и революционная, да? Ну, вот бывают скачки революционного характера. Вот была промышленная революция. А что это значит? Что до этого вот всё совершенствовали, совершенствовали, совершенствовали орудия ручного труда. И всё больше и больше делают. Там ещё на 5% больше один человек может сделать, ещё на 3% больше, ещё на 7%. И тут раз, и придумали машину, которая ткёт полотно. Ну, ткать это потому, что как бы ткнуть. Как устроено, вот так вот идут нити, нити идут вот так вот они. А здесь челнок проскакивает с этой, с ещё одной нитью. Они так раз, а теперь здесь проскакивают. И так раз, 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 и раз, и готово полотно. И сотнями, десятками тысяч ткачей повыкидывали на улицу, потому что один станок заменяет тысячи, тысячи. Это похоже не просто на какой-то скачок, а на что? А? Революция. А что такое революция-то? Похоже на революция, а что такое революция? А вы хоть слово революция-то не знаете? Вот революция, посмотрите на слово-то. Вы как, не читаете, что ли? Да не на слово посмотрите, а не в компьютер. В компьютер каждый, извините. Каждый может посмотреть. А что такое? Вы револьвер хоть когда-нибудь видели, нет? Ну, как он устроен-то? Барабан-то что делает? Вот я выстрелил, что-то с барабаном. Вращается. О, вращается. Револф. Револф – это вращение, переворот. Переворот. Революция, если скачок – это прыжок, перерыв по ступенности, то революция – это обязательно что? Переворот. Тогда надо, если есть переворот, что-то перевернулось, тогда это может тянуть на революцию. Но не всякий переворот – это революция, правильно? Вот переворот был в Грузии, был, и что? А что такое переворот при сохранении классового характера власти? Была буржуазия, а пришла другая группа буржуазии. Это переворот? Переворот. Этих прогнали, дали по шапке. Вот сейчас кто президентом является Египта? Кто-нибудь знает? Вы не знакомы? Вы не родственники? Нет родственников? У меня есть дальние родственники в Египте. Моя внучка на четверть египтянка. Вот я знаю, что там президент Ас-Сисипа совершил военный переворот и прогнал того, кто был демократическим путем избран и являлся, входил в братья мусульман. И вот этих братьев мусульман там разогнали, военные. И вот глава этих военных сделал военный переворот, и теперь он сотрудничает с Советским Союзом активно. и нас сейчас закупает... А? 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 С Советского Союза. Да. И вот сейчас сотрудничают и закупают у нас много-много вооружений современных. Чуть-чуть на 4 миллиарда. В том числе комплексы, противовоздушная оборона и так далее. Вот переворот. А на Украине был переворот? Был. Был. Да и не один, да? Ну вот, когда пришла дама с косой. Не с такой косой, а с такой косой. Эта дама с косой был переворот? Был. Оранжевый? Оранжевый. Её называют оранжевая революция. Это революция. Но в политике же всё время... Политика для чего существует? В политике нужно обманывать людей. Кто хорошо обманывает, может пробраться наверх. Вот что вы тут смеётесь? Вот вы смеётесь, а почитаете, в Трудовом кодексе написано, что такое зарплата. Обхохочетесь. Как вы думаете, что написано в Трудовом кодексе России про зарплату? Что это такое? Никто не знает. Вы не в курсе дела, что называется в законе? В законе. Зарплатой. За которую голосовала Дума, потом Совет Федерации, потом президент подписал. Что такое зарплата? Не знаете? Да, бедные люди, есть стипендия маленькая. И что такое зарплата, вообще не знают. Родители у вас зарплату получают. Никогда вам не говорили, что это такое. Но сами вы не думали на тему, что это такое, это зарплата, на которой вы живёте. Вы же на стипендию-то не проживёте, точно. Если вас оставить на стипендию, то это вот я вижу последний раз вас. У нас же раз в неделю проходит. За неделю-то вы точно истратите свою стипендию? Сможете, я думаю, да? Можете и за день истратить. Ну что такое зарплата? Можно я скажу, что в этом трудом написано? Зарплата – это вознаграждение за труд. То есть как бы вы приходите, работаете, работаете, работаете. Примерно 8 часов люди работают, за 1 час вырабатывают эквивалент своей зарплаты. Остальные 7 часов в России рабочие работают на капиталистов. На капиталистов. И после этого им дают зарплату и говорят, это вам вознаграждение. Так кто кого вознаграждает? Рабочие капиталисты или капиталист рабочих? То есть рабочих забирают 7 частей из 8. Рабочие вознаграждает капиталистов. И это называется… Он говорит, вот вам вознаграждение. Это то, что осталось от того, что вы забрали. Какое же это вознаграждение? А что рабочие продают? А что им продавать? Что они могут продать? Вы что можете продать? Что у вас есть? Желтую куртку? Ну, продадите ее. А дальше? Еще дальше идут. А еще дима будет? Вот способность к труду. Вот способность к труду будете продавать. Рабочую силу. Правильно отвечает совершенно. Вот он способность к труду продает и все. А дальше это вы создаете с помощью этой способности к труду. Стоимости больше, чем стоит ваша рабочая сила. Получается прибавочная стоимость, труд прибавочный и так далее. То есть в политике обычное дело обманывать людей. Рассказывать, что там где есть контрреволюция, там революция. У нас контрреволюции тоже почти нет. Но у нас была. Контрреволюция была в СССР? Была. Была. У нас был какой строй? Был социалистический. У власти стоял рабочий класс. А теперь у власти стоит какой класс? В буржуазии. Значит, это контрреволюция. Но все-таки что такое контрреволюция? Никто не хочет дать название. Что такое скачок, мы уже знаем. Перерыв постепенности. А революция – это переворот. Если это переворот в науке и технике, или лучше сказать переворот в технике, подготовленной переворотом или развитием науки, то это научно-техническая революция. Правильно? У нас есть научно-техническая революция? Нет у нас никакой научно-технической революции. И в мире нет ее. Ну, так медленно. Ну, какие темпы роста производства Соединенных Штатов Америки? Ну, какие? Ну, революция – это там тысячу раз, сто раз стало больше. А там? Семь процентов. Да какие семь? Семь у Китая. И то меньше. Семь процентов. Да какие пять? Два с половиной. Два и семь. Вот посмотрите, я вам разрешаю. Потому что… А почему разрешаю? Потому что запретить не могу. Ну, как-то надо красиво оформить. Ну, что? Два и семь в Соединенных Штатов Америки. Ну, это что? Затянет на революцию два и семь? Не очень. Ну, что? Было сто, стало сто. Два и семь. Вот это у нас гигантский разворот научно-технической революции. А вот гигантский разворот болтовни по этому поводу необыкновенный в печати, в научной литературе. Мы живем в эпоху научно-технической революции, а то, где она… То есть она может быть такой. Ну, вот промышленная революция была мощная. Или, допустим, чем сейчас? Как обрабатывают изделия? Резание. Ковка и штамповка и резание. И литье. Все. Ничего нового. Ничего. А то, что там по-другому, там, порошковая металлургия или с помощью 3D-принтера, который будет там одну штучку делать один день. Ну, это 0,0 десятых производства продукции. Когда это захватывает переворот, он же должен захватить всю экономику тогда, правда? А не какие-то там образцы, что я могу посмотреть, как бывает. Мало чего бывает. Много чего бывает. То есть революция – это не просто скачок, а переворот. А какой переворот называется революцией? Потому что не всякий переворот революции. Только такой переворот называется революцией, который то, что было основным, делает второстепенным, самым распространенным. А то, что было не главным, не ведущим, делает наоборот ведущим и главным. Если какой-то вид, скажем, вид какой-то деятельности или какой-то способ становится, который был ничтожным в доле, так сказать, всего. Ну, скажем, машинное производство в свое время было. Было, там было несколько машин. Это революция? Нет. Можно показывать, какие бывают машины. А когда стали их массово внедрять, и большую часть продукции стали производить с помощью машин, и, соответственно, безработица сумасшедшая стала. Ну, это была революция промышленная. Промышленная революция прошла. Насчет научно-технической революции, кроме книг, статей и брошюр на эту тему ничего, так и нет ее. Почему? А революции в науке были. В науке были революции, потому что, скажем, вот, если одно понимание мира, которое было у, допустим, Лейбница и у других философов, или у Ньютона, и вот другое понимание мира, у Уинштейна, теория относительности. Это революция в науке физической? Это революция. Или вот находили отдельные элементы, еще один откроют, еще один откроют. А Менделеев взял и составил целую таблицу элементов Менделеев и указал, какие пустые клетки, в которых уже было указано, какой будет там атом. Атомный вес и какие свойства будут у этого элемента. Это революция в науке? Революция. Поэтому Менделееву никакого памятника на Менделеевской линии не поставили. А памятник есть в Ленинграде такой маленький, памятник напротив психологического института на Московском проспекте, там около своей таблицы сидит. А так-то интересно делается, что на Менделеевской линии памятник Ломоносову. А на Ломоносовской надо, наверное, поставить кому? Наверное, Менделеева надо поставить, чтобы какое-то было перекрестное такое по линии. Но факт остается фактом. Но, тем не менее, можем мы считать Менделеева революционером химии? Можем. Можем. Или есть, скажем, геометрия Евклидова, а есть другая геометрия? А? Лобачевского. Какая? Лобачевского. Лобачевского. Это революция тоже, другая геометрия. Это тянет на революцию. То есть революция – это не простой скачок и не просто переворот даже. Это такой переворот в науке, или в технике, или в обществе, который на место того, что являлось важным, и главным, и самым основным, ставит то, что до этого было второстепенным, вспомогательным, не основным. И наоборот. А то, что было важным, и основным, и главным, становится не главным, не основным, второстепенным. Применительно теперь к обществу. Общество у нас, начиная с разложения первобытного общинного коммунизма, классовое. И вот, значит, у власти стоит какой-нибудь класс эксплуататорский. Или, как скажем, в той части мира, в которой уже произошли революции, там у власти стоит рабочий класс. Таких у нас стран не так много, их легко перечислить. Это Китай, Вьетнам, Корея, Лаос, Куба. И всего там проживает полтора миллиарда человек. Но это не так и мало. Вот эти полтора миллиарда человек находятся в обществе, в котором власть прямо в предположение, власть рабочего класса. А мы с вами теперь живем, в отличие от наших, так сказать, дедов, в обществе, в котором власти находится буржуазия. Буржуазия находится у власти примерно с 90-х годов, а контрреволюция совершена была в 1961 году, когда на съезде правящей партии вдруг первый секретарь заявил, что у нас уже нет нужды в диктатуре пролетариата. У кого у нас, у кого нет нужды, у противников диктатура пролетариата, конечно, нет нужды в диктатуре пролетариата. И что классовая борьба прекратилась, и что социализм у нас победил полностью окончательно. Вот мы с вами изучали движения всякие разные, да, и становления, и изменения, и развитие. Может быть такое, что-то полностью или окончательно? Ну как может быть полностью или окончательно? Вот если исчезли бы классы, то классового общества уже всё, его бы не было. В обществе полностью были бы уничтожены классы. Разве это произошло? Нет. Деление на классы ещё не полностью преодолено. Не было при социализме антагонистических классов, а классы-то были. И различие было между людьми в умственном и физического труда, между городом и деревней. И преодоление этого различия дела очень долго. Никто из серьёзных людей таких сроков никаких не намечал. Там ни Ленин, ни Сталин. А Хрущёв говорит, что через десять дней будем жить, через десять лет. Будем жить при коммунизме в первой фазе, а ещё через десять лет в высшей фазе. А социализм это что? Кто скажет? Вот вы, наверное, скажете, что такое социализм, правда? Не скажете? Какие дела средства производства не мешают людям народу? Так, это близенько, низенько так. То есть это строй основан на общественной собственности, на средства производства. Вы понимаете разницу? Народ – это люди, взятые россыпью. А общество – это те же люди, но с их отношениями. Видите разницу? Вот если вас взять вот всю группу как целое, это вы будете с отношениями между группой. А если у вас поштучно, вот студенты, Иванов, Петров, Сидоров и по списку я пробежался и всё. Есть разница? Большая разница. Поэтому общественный – это строй основан на общественной собственности. А как называется строй основан на общественной собственности? Кто скажет? Коммунизм. Коммунизм. Вот, спасибо. Это очень хорошо. То есть вы понимаете, что на самом деле никакого отдельного социализма нету такого, нету такого строя, нет такого способа производства, а социализмом называется как коммунизм. Какой? Нерадитый. Нерадитый, незрелый, неспелый, не вполне свободный от традиций или следов капитализма. То есть есть родимые пятна. А в чём родимые пятна? Есть ещё распределение по труду. А распределение по труду – это деление не по принципу, кому сколько надо, не по потребности, а деление по принципу по ровну. Один здоровый, другой больной – платим по ровну. У одного большая семья, у другой маленькая – всё равно платим по ровну. То есть это вот, Ленин говорил, что это применение одинакового масштаба к различным людям называется буржуазным правом. Ну, буржуазное в кавычках, не в том смысле, что оно буквально буржуазное, не буржуазие же это установило, но это ещё сродни буржуазному праву. Не то важно, что вам требуется, а если вы ударница коммунистического труда, вам можно шесть зубов вырвать. А если нет – плохо работать, только два. Разве так? Не так. То есть коммунизм у нас с какого года тогда? Вы не можете доиграть свою тогда хорошую эту пьесу. С какого года у нас в СССР появился коммунизм? – В 17-м. – Нет, в 17-м году начался переходный период от капитализма к коммунизму. Когда был построен социализм? То есть когда частная собственность была изжитая, осталась только общественная собственность. Я в соответствии с тем, как вы определили, этого и придержусь строго. В 36-м году у нас уже не было других укладов экономических, не было у нас ни госкапитализма, ни частнохозяйственного уклада, ни мелкобуржуазного уклада, ни патриархального уклада. У нас была вся экономика уже основана на общественной собственности. А экономика основана на общественной собственности – это экономика коммунистическая. Значит, строй какой у нас был? Коммунизм. Какой? Ну, понятное дело, коммунизм, выходящий из капитализма, вот в первой фазе сначала он имеет следы выхождения из капитализма, родимые пятна – и в экономическом, и в нравственном, и в умственном. Поэтому для обозначения первой низшей фазой коммунизма применяется слово «социализм». Маркс не применял никогда. Он просто говорил – первая фаза, вторая фаза, низшая фаза, высшая фаза. Итого коммунизм проходит три ступени, можно сказать. Первая ступень – это переходный период от капитализма к коммунизму, потому что власть уже здесь рабочего класса устанавливается. Вторая ступень – это переход социализма в полный коммунизм, не развитого коммунизма, в развитый коммунизм. И третья стадия – это развитый или полный коммунизм. Вот такая картина. Перезвонил, у меня лекция сейчас, прошу прощения. Вот, а вот выступает первый секретарь на 22-м связи Хрущев и говорит, что наше нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. О чем это говорит его выступление? О том, что он не понимает вот таких вещей, которые вы там, сидя на последней партии, прекрасно понимаете. Что коммунизм у нас с 36-го года. Целое поколение уже прожили при коммунизме. Люди, которые в 36-м году родились, таких уже и нету. И они могли дожить до 22-го съезда и даже и не дожить, потому что уже время с 36-го по 36-й – 30 лет. Поэтому я, например, жил при коммунизме с 45-го до 61-го года. Что значит нынешнее поколение будет жить при коммунизме? Когда она живет, давно жила. Родители мои жили при коммунизме. Так, у вас родители какого года рождения? – 67-го. – 67-го. Уже не жили при коммунизме. Вам не повезло? – Послушайте. Вот. Вот такая картина. Ну и вот такой – это уровень грамотности или безграмотности, лучше сказать. Что значит будет? Мы будем жить в первой фазе коммунизма. Будем, когда жили с 36-го года, и это говорится в 61-м году. Ну, как показали дальнейшие события, группа Горбачева, она осуществляла контрреволюцию в СССР по факту. А мы оцениваем не по словам людей, а по делам. Вот по делам она выбросила главное в марксизме диктатуру пролетариата из… – Хрущева. – А? Хрущева, Хрущева, да. Я бы сказал Горбачева. Горбачев был продолжатель дела Хрущева. За Горбачева и Ельцин продолжатель дела Хрущева. Хрущев выбросил главное в учении о диктатуре пролетариата, и поэтому в 1961 году даже все члены партии, которые были за диктатурой пролетариата, за главное в марксизме и в лединизме, и в партии, они все оказались в один момент моментально в оппозиции. Почему? А потому что это же правящая партия решила, правящая решила, не какая-нибудь там, которая есть наряду с другими. Раз правящая решила, значит, этим будут определяться соответствующие постановления, решения, документы, и все люди, которые с этим не согласны, они в оппозиции. Вот я, например, в этом смысле, я не могу сказать, что я в оппозиции 1961 года, потому что в 1961 году я в этих делах не разбирался, примерно как некоторые товарищи у нас по молодости, так же, как и вы. Поэтому, если вы делаете ошибки, в молодом возрасте это не порочно. А вот когда человек лет 60, он начинает такие глупости говорить, ну тогда извините. То есть молодой человек он и есть, потому что в становлении же находится, правильно? Странно было бы, он бы все уже знал. Если бы вы все уже знали, вы бы уже умерли, наверное. Ну вот такая интересная получается картина. Это вот контрреволюция в СССР. А что такое контрреволюция? Это переворот в обратную сторону, когда тот класс, который был у власти, становится подчиненным, а тот класс, которого не было у власти, он либо становится у власти, либо быстро идет создание такого класса. Очень быстро. А как? Насколько быстро? А как только, скажем, все органы управления начинают действовать не в интересах трудящихся, а в интересах своих собственных, и чиновники начинают действовать в своих собственных интересах, они превращаются по существу в буржуа становление. Их власть становится буржуазной мгновенно. Вот это вот контрреволюционный переворот. Поэтому контрреволюцию, вот мы знаем у нас в стране одну, мы знаем контрреволюцию, и пришли в Чехословакии, в Венгрии, в Польше, в Болгарии, в Румынии, в Албании. А вот можно сказать, что она прошла и в Монголии. А вот, скажем, в тех странах, которые я перечислил, социалистических, социалистической страной называется не страна, построившая социализм, а страна, которая совершила социалистическую революцию, то есть установила диктатуру пролетариата. Вот в социалистических странах, таких, которые у нас сейчас живут, это Куба, это Лаос, причем Лаос сделал революцию в 1975 году, довольно уже недавно. Это Китайская Народная Республика, Корейская Народная Демократическая Республика и Социалистическая Республика Вьетнам. И только в одной стране, в КНДР, построена низшая фаза коммунизма, то есть там социализм. Больше ни в одной из этих социалистических стран социализма еще пока нет. А перспективы какие? Ну вот китайские товарищи говорят, ну нас лет через сто будет. Что мы можем по этому поводу сказать? Ничего по этому поводу мы не можем сказать, потому что когда в стране миллиард триста восемьдесят, если они все друг друга не съели, можете представить, организовать так жизнь, чтобы все были накормлены, не было голода, экономика бы развивалась, то есть такие задачи, которые решает КНР, необыкновенные. Они являются сейчас лидерами мирового экономического развития. По показателю ВВП покупательные способности на первое место в мире вышли. И по общему показателю ВВП скоро выйдут на первое место. Почему? Потому что у них, если в Соединенных Штатах Америки 2,7 и пониже, то в КНР, ну примерно, сейчас шесть с лишним. Шесть с лишним. Поэтому без всяких революций, эволюционным путем, эволюционным путем на место главной экономической державы, самой крупной, выходит социалистическая страна. Вот такая сейчас картина, которую мы наблюдаем. А развитие эволюционное, или мы наблюдаем в той же самой Кубе сначала, в том числе потому, что она лишилась помощи Советского Союза, сначала миллион рабочих кубинцев превратились в самозанятых. Это такое название, которое называется «Подсластич в пилюлю». Не в самозанятых они превратились, а в мелких буржуа. То есть, их выбросили из заводов и сказали, создавайте своё дело, то есть покупайте какие-то средства производства и сами своим трудом что-то производите. Там земля хорошая, производите и продавайте. Будете вы мелких буржуа. А чтобы вы не обижались, что вас называют мелких буржуа, назовём вас самозанятых. Как будто бы вы не заняты. Вот вы студент, вы заняты же сейчас, изучаете же конфликтологию, философию. А я что, не занят? Я же занят преподаванием. А что, я не сам занят? Меня заставили, что ли? Какая-то тоже ерунда. То есть, ну как вот сейчас, не скажут инвалиды, скажут. Люди с ограниченными возможностями. О чём мы? Люди с безграничными возможностями. Летаем, как птицы. Да? Ну все люди с ограниченными возможностями. У вас возможности ограничены или безграничены? Ограничены. Возможности на степени. Можете на три метра в высоту прыгнуть? Ну, человек с ограниченными возможностями. Не может на три. А можете стометровку пробежать за одну секунду? Не можете. Значит, всё. Тоже с ограниченными возможностями и так далее. Инвелит означает недействительное. То есть он человек, этим уже всё сказано. А другое дело, что он находится в затруднительном положении, ему нужно помогать. Общество должно ему помогать. Так, значит, что мы получили в итоге? Начинаем подводить итоги нашего рассмотрения. Мы получили, что развитие может идти постепенно. В этом постепенном развитии могут происходить скачки, то есть перерывы постепенности, которые не называются революциями. А могут происходить революционные изменения. То есть, когда за короткий период времени, то есть как перерыв постепенности, не просто произойдёт скачок, а такой скачок, который представляет собой революцию, переворот. И тогда низы становятся верхами, а верхи становятся низами. Соответственно, а если идёт дальше развитие, и вдруг в раз и быстро на место прогрессивного класса становится снова реакционный, а на место реакционного внизу становится прогрессивный, он теряет власть. И это называется контрреволюция. Вот, и поэтому движение, движение это уже контрреволюционное. И вот мы должны отличать, как мы отличаем от революции всякие перевороты. Каких только ни было переворотов, никаких ни революций, ни контрреволюций, они не дают. А слово революция, революция это... Вот теперь давайте глазами конфликтолога посмотрим на революцию. Революция это конфликт между прогрессивным классом и реакционным классом революции. И этот конфликт разрешается в пользу прогрессивного класса. Когда говорят неудавшаяся революция, это значит, не разрешился он в пользу прогрессивного класса. Ну вот, скажем, вторая русская революция происходила в 1905 году. Происходила? Происходила. Первая, первая русская революция, да. В 1905 году, когда рабочий класс образовал советы и в Москве и требовал свержения, добивался свержения самодержавия. В Москве против самодержавия выступил рабочий класс Москвы и в Москве произошло вооруженное восстание. Это вооруженное восстание оказалось подавленным, но после этого вооруженного восстания в России появилась Дума Булыгинская. Царь вынужден был издать указ о создании Думы, то есть рабочий класс решил задачу буржуазной революции. Насадил, установил в России парламентскую демократию. То есть он одну из задач буржуазной революции решил. А потом рабочий класс уже в 1917 году, после второй русской революции, буржуазной, решал другие задачи, например, переход к восьмичасовому рабочему дню. Этот переход осуществлялся явочным порядком. Никто никаких бумаг не издавал, просто рабочие восемь часов отработали и пошли домой. Вот что такое? Объясните вам, что такое завершение занятий в явочном порядке. Вот сейчас у нас здесь 13 часов без двух минут, а вы сейчас встаете и уходите. Встаете и уходите. Я что, драться буду? Потом, если я пойду даже жаловаться, скажу, ну что вы, Михаил Васильевич, ну осталось вам там 10 минут, ну что вы за 10 минут идете тут, нас отрываете от работы. Ну, правильно? То есть, встали и пошли. Все. Это явочный порядок. Явочный. Ничего не объявляйте, не требуйте. Мы требуем. Встайте нам, закончите раньше. Да ничего не требуем. Встал да ушел. Как некоторые взяли и не пришли на занятия. Что будем? Убивать будем? Нам такое, нет такого нам права. не будем. Мы дождемся экзамена. Там примерно. У нас есть средства борьбы. Ну, потом мы понимаем, что если человек пришел за знаниями, если ему знания не нужны, то счастливый путь. Потом, если он считает, что быстрее по книжкам, да замучаешься по книжкам все узнавать. То, что можно получить от специалиста. Сразу. Вот явочным порядком. А потом еще одну задачу буржуазной революции. Кто решил передать землю крестьянам? Это задача какой революции? Отнять у помещиков, передать крестьянам, разделить. Ну, это задача буржуазной же революции. Ничего социалистического нет. Отнять и разделить. А социалистическое, это же общая собственность надо, да? Какое, что-то общая собственность. Наоборот, надо переделить эту землю и все на кусочки. И в деревне стал развиваться капитализм. Кто эту задачу решил? Эту задачу попутно решила социалистическая революция, задача буржуазной революции. А социалистическая революция в деревне у нас произошла не в 17-м году, а когда? В конце 20-х годов, в начале 30-х, когда проходила коллективизация. То есть, когда из мелкой частной собственности получилось, в соответствии с вашим указанием, дорогой товарищ, получилась общая собственность на средства производства. А какие уже? Сельскохозяйственные средства производства. Но некоторые средства производства сельскохозяйственные, трактора, сейлки, веелки, другие машины сельскохозяйственные, они были на машино-тракторных станциях. И эти машино-тракторные станции, они кому принадлежали? Государству, то есть, рабочему классу, организованному как господствующий класс. Поэтому у нас получилось так, что есть собственность общественная, и есть собственность, которая не была общественная, но коллективизировалась, и тоже стала общественной. И получилось две формы одной общественной собственности. Общественная собственность не тогда есть, когда написано, что общественная собственность, как я вам уже говорил с примером про Бойла и Слана, а когда всё производство ведётся в общественных интересах в основном. Вот тогда это общественная собственность. А когда просто написано, да сколько угодно говорить, о социализм, коммунизм, это бесполезно, это ничего не значит. Важно, что на самом деле делается. Вот мы теперь знаем, что такое революция и что такое контрреволюция, и почему нам это так важно конфликтологам. Самым крупным в мире конфликтом, самым крупным конфликтом, через который проходят все, является что? Революция. Почему? Потому что, скажем, даже мировые войны, они захватывают не весь мир. Но всегда есть кто-то не воюет. Сидят смирно там, в Швейцарии, и подсчитывают денежки. И никто с ними из Швейцарии не воюет, потому что она касса. Как вы себе представляете войну в кассе? Никто там не воюет, там считают, денежки получают. А когда вы берёте революцию, то постепенно в эту революцию вовлекаются все. Сначала всем пришлось пройти этап рабовладения. Это переход от первобытного общинного строя к рабовладению. Практически всем странам пришлось и всем народам пройти этап феодализма. Правильно? Все? То есть люди, была феодальная революция, когда вместо рабовладения имело место уже феодализм. После феодализма те страны, которые были феодальными, все уже страны превратились в капиталистические. Даже те, в которых есть короли, цари или какие-нибудь другие монархи. Монархи уже, экономика там в этих странах вся капиталистическая, а форма правления, которая соответствует феодализму. Их ещё и не свергли. А в некоторых и не будут свергать, потому что эти монархи представляют своего рода музей, живой музей, никаких они функций не выполняют, как королева Англии. Что решает королева Англии? Ничего. Ничего не решает. Кто пишет тронную речь королевы и приносит? Кто? Премьер-министр Тереза Мэй на сегодняшний день. Вот Терезочка выступит и скажет, что думает королева. А это не королевское дело думать, что она скажет. Потому что какой строй в Великобритании? Понятно какой. Капиталистический. И всё решает капиталистический класс. А королева ничего не решает. Вообще ничего. Но деньги на её содержание, на её наряды, на её коляски, выезды выделены. Но у нас и на русский музей выделены деньги, и на Эрмитаж выделены деньги, и на другие музеи. Потому что ничего тут необыкновенного нет. А такой вот организованный музей древности в Англии. Это же хорошо. Как называется? Точно называется это государство? Не знаете. А чего вы не знаете ничего? Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии. Королевство. Ну вот королевство. А что там королева означает? Ничего. Да, так сказать, мы помним старое. Вот всё это означает. Скажите, а в Бельгии есть король? А? Есть, конечно. Ходит так, как я хожу в таком же пиджаке. Чем я не король тогда? А вы чем не король? Он у вас, как и куртка, жёлтая. Красота. Надо где-то подыскать вам королевство и занять этот пост. Особенно, если платить было, тогда неплохо будет. То есть, это вот самый крупный конфликт, который вовлекается поэтапно, так сказать, один за другим, всё население Земли. Поэтому более крупного конфликта, чем революции и контрреволюции, просто не бывает. Поэтому вот это конфликтованные должны помнить, об этом не забывать и не вести себя так, чтобы только мелкие конфликты изучать. Иванов поссорился с Петровым. Вы будете мирить. Сейчас мы вот медиатора попросим. Вот, будьте медиатором. Вы сядете между нами, сказать, вы не бейте Михаила Васильевича. А мне будете говорить, Михаила Васильевича, вы не ставьте ему двойку, он всё-таки что-то знает. И так далее. И вот будем мы вот это всё развивать. Это всё правильно, это всё неплохо, правда? Это всё нужно, но надо понимать, что есть разные конфликты. Вот, скажем, во всех социально-трудовых конфликтах никакой роли медиатора не играет. Абсолютно. Никогда. Нигде. Такого не видно и не слыхано. И все попытки… Знаете, как бывает? Поскольку здесь антагонизм интересов, то вот если вы между борющимися встанете, то вы получите от одной этой другой стороны. Лучше с ними. Лучше в такое положение не попадать. Конфликтолог должен в данном случае поддерживать прогрессивную сторону против реакционной, и всё. А вы хотите никакую, ни прогрессивную, ни реакционную. Так вы беспринципный человек, а не конфликтолог. Беспринципный тип. И всё. И никому вы не нужны. Ни то, ни сё. Это вы хотите пройти по баррикаде во время революции, и вас будут стрелять с той стороны и с этой стороны. Поэтому самая плохая тропинка – это та, которая идёт по баррикаде. Убьют. И забьют, и убьют. Вот какое дело. А зачем нам, чтобы у нас пропадали конфликтологи? Это не надо. Ну вот, мы сегодня рассмотрели вопрос о развитии эволюционном и реэволюционном. Спасибо за внимание. На этом закончим. Спасибо. 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 Продолжение следует...